Это настолько важно. Евангелие нужно проповедовать с радикальным посвящением. И поскольку мы слишком упростили Евангелие, И как Дитрих Банхофер сказал, мы сделали Евангелие Евангелие ложной и дешевой благодати. Мы не способны создать общину учеников. Мы не способны подготовить лидеров. Потому что люди недостаточно посвящены нерадикально. Вот что говорит Ишуа в 9 главе Луки. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, он должен помолиться и попадает на небеса. Это ли он сказал? Нет разделения между Евангелие благодати Бога, бесплатным даром спасения, и призванием к радикальному посвящению. Благодать Бога приходит к нам и дает способность стать радикально посвященными. Это радикальное посвящение постоянно принадлежать общинной жизни. Идея отделения верующих от общины невозможна в библейской реальности. Поэтому он говорит, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Здесь Евангелие не просто помолиться и попасть на небеса. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Иными словами, чтобы спасти свою жизнь, чтобы спастись, ты должен потерять свою жизнь, когда ты берешь свой крест. «Ибо что пользует человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» Иными словами, если ты перестанешь быть радикально посвященным, то спасение можно ставить под вопрос. У тебя нет никакого права говорить кому-то слова подтверждения в его спасении, если они не посвятили себя следованию Ишуа, если он не стал их лидером, и если он их лидер, тогда они будут принадлежать общине, будут подчиняться лидерам общины и в подчинении друг другу. В Библии не существует других возможностей. Многие люди в религиозном мире придумали новые версии Евангелия. Лидеры религиозных организаций всегда пытаются преодолеть неправильное начало. Начало нашей жизни — это жизнь радикально нового направления. Давайте использовать библейский язык. Если кто-то хочет войти в Царство Бога, то он должен быть рожден снова. Рождение свыше — это радикальное название. Это абсолютно новое начало и новое направление. Затем ты должен взять свой крест и следовать за мной. Вероятно, во 2 Коринфянам 5.17 мы читаем еще одно радикальное утверждение. На Западе говорят, что всякий в Мессии становится новым творением. Но этот отрывок на греческом языке вероятнее всего означает следующее. И к такому заключению приходят теологи в наши дни. «Всякий, пребывающий в Мессии, является новым творением». Вы входите в новую святую реальность, святую жизнь. Это радикальные перемены. Посмотрите, как Павел описывает опыт крещения, посвящения в Царство Бога. Вы погребены вместе с Ишуа в крещении. Тело греховное было распято с Ним. Ветхий человек был лишен силы. Вы умерли для греха. Вы воскресли с Ним для новой жизни. Этот образ видим в 6 главе послания к римлянам. Или во 2 главе послания к Галатам, 20 стих. «Я распят вместе с Мессией, и уже не я живу, но что я живу, то живу ради Сына Человеческого, возлюбившего меня и отдавшего себя за меня. Я сораспялся со Христом, и уже не я живу, но Мессия во мне». Это слова радикальных перемен. В Новом Завете нет другого спасения. Это радикальное посвящение. Со времени присоединения к заветной жизни Он старается приобщить погибших к этой общине. Не существует других половинчатых возможностей спасения в Новом Завете. Мы можем рассуждать о Божьей милости. Мы можем рассуждать о необходимом уровне посвящения. Но это так и остается рассуждением. Библия не дает никакого повода для нас и никакого основания говорить людям, что они спасены, если они не сделали этот радикальный шаг перемен. Никто не может изменить себя. Но когда мы говорим «Да» благодати Бога, которая доступна нам, некоторые люди говорят мне об ученичестве. Ученичество — это очень просто. Кто такой ученик? Тот, кто исполняет все заповеди Ишуа. Это относится к заповедям Моисея, примененным в Новом Завете. В том числе заповеди авторов Нового Завета. Потому что Ишуа передал ученикам власть. И это также относится к заповеди, данной в отношении Духа Святого. Духа Ишуа. Если человек послушен всем заповедям, тогда он является учеником. Если он не принимает все заповеди, тогда он не является учеником. Это просто. Пашют. Верно? Верно? Итак. Однажды один мессианский еврей подошел и сказал мне, «Ну, это так трудно». Я думал, что Новый Завет о любви, а ты говоришь, что это заповеди. И это говорит еврей? Он сказал, что заповеди где-то снаружи. Я говорю ему, «Твоя проблема не во мне. У тебя проблемы с Ишуа». Я не говорил эти слова. Ишуа сказал их. Это просто шокировало его. Так как он забыл, что это слова Ишуа. Затем я сказал, первая заповедь возлюбить Бога всем своим сердцем, всей душой и крепостью. И любить ближнего, как самого себя. Поэтому любовь — это наивысший уровень заповедей. Заповеди не снаружи. Ишуа учил, что заповеди связаны с сердцем. Кроме того, подумайте о заповедях Нового Завета. «Мужья, любите своих жен». Как Ишуа возлюбил свою церковь и отдал свою жизнь за нее. Так и мужья должны любить своих жен, как свое тело. Сейчас Возможно, я скажу что-то смешное. Я думаю, что любовь к Ишуа и любовь к моей жене, так же, как Ишуа возлюбил церковь, это идеал. Иногда мы недостаточно любим даже свои тела. Я должен любить свою жену больше, чем я люблю свое тело. Поскольку я слишком много ел израильской пищи за последние несколько лет, я не любил свое тело. Слышали вы когда-либо о хумускахолик? Вы слышали про алкоголиков, не так ли? В Бразилии есть анонимные алкоголики. А я должен добавить главу об анонимных хумускахоликах. Знаете, что такое хумус? Фокус. Это перемолотые бобы. Лучший хумус в мире производится в деревне Абу-Гош, что недалеко от моего дома. Очень плохо. Вот пример. Мужчина, который не любит свою жену так же, как Мессия возлюбил свою общину. Он не хочет полагать свою жизнь за нее. Он хочет, чтобы она была рабыней. Он говорит, «О, женщина, зачем я только жизнется на тебе? Будь послушна. Служи мне». Есть такие мужчины, да? В арабском мире существует такая доктрина. Верно? По одной из сфер вы можете определить, что ислам – ложная религия. Это их отношение к женщинам. Вспомните, как Иешуа относился к женщинам и как к ним относится ислам. Итак. Этот мужчина не является учеником, как муж. Он не знает, как исполнить заповедь Иешуа в отношении брака. Что же ему тогда делать? Он подчиняется мужчине, который знает, как любить свою жену. И говорит, «Можешь научить меня любить свою жену так же, как ты любишь свою?» Это так просто. Все ученичество вращается вокруг этого. Кто-то не научился подчиняться в определенной сфере. Он подчиняется тому, кто научился подчинению. И он учится таким образом. Он учится, как получить доступ к силе Бога, каким образом мыслить, как разговаривать. Иногда лучше, чтобы кто-то учил тебя, кто прошел через определенную борьбу в этой сфере и победил. Если у человека не было борьбы в определенной сфере, то он не знает, как победить. Когда вы обучаете кого-то, то вы являетесь лидером на первоначальном основополагающем уровне общиной жизни. Вам не нужно быть главным лидером, чтобы готовить учеников. Вы всего лишь должны быть послушны в какой-то сфере. Это значит, что мы можем наставлять друг друга. Иногда один учит другого в той сфере, в которой он компетентен, и так по цепочке. Джон, ты на самом деле знаешь, как обращаться с деньгами. Можешь ли ты научить меня, как обращаться с деньгами, чтобы я стал мудрым в этой сфере? Не это ли заповедь Писания? Быть хорошим управителем? Да. Поэтому потом Джон отвечает Биллу, «Билл, ведь ты знаешь, как на самом деле любить свою жену. Я научу тебя, как правильно распоряжаться деньгами, и ты научишь меня, как любить мою жену». С поездом. Они договорились. И будут обучать друг друга. Должно ли это удивлять вас? Не является ли ученичество тем, кем мы должны быть в обычной жизни? Плотник с подмастерьем. Стоматолог со своим учеником. Знаете ли, что самые лучшие услуги стоматолога мне предоставили в Университете Мэрилэнда? Один из членов моей общины учился на стоматолога. И он должен был лечить мои зубы. Он был всего лишь студентом. Но рядом с ним находился его учитель, который показывал ему, как это делать. И когда он это делал, то учитель давал ему советы, направлял его. Ученик не должен был делать это сам. Но вместе со своим учителем, который стоял рядом. И он хорошо справился. А сейчас он работает сам. Я могу пойти к нему сейчас, потому что у него был учитель, а он был учеником. Знаете, иногда в теле верующих мы спонтанно отбираем людей, которые будут заниматься ученичеством. В харизматическом мире мы говорим друг другу. Ты считаешь, что у тебя есть призвание пастора? Тогда иди и начинай общину. Иди и делай то, к чему тебя призывает Бог. Не надо ученичества, просто иди и делай. Мы так не поступаем в других важных сферах жизни. Самоназначенные лидеры, которые действуют сами по себе. Знаете, почему католики иногда несерьезно воспринимают протестантов? Потому что они не подготавливают и не обучают лидеров. И избирают самоназначенных лидеров. Как мы обретем доверие католиков, если мы не подготавливаем способных лидеров? Представьте хирурга. Вы думаете, что призваны быть хирургом? Вот, возьми скальпель, иди и проводи операции. Почему верующие подчиняются лидерам не обученным учителям, в то время, когда они бы не позволили необразованному плотнику строить их дом? Или же хирургу резать или оперировать их тело? Или же не ученому стоматологу сверлить зубы? Но пастор, который не является учеником, говорит, я читал Библию. Хирург скажет, я прочитал книгу о хирургии, теперь я готов оперировать. О нет, ты станешь пастором, только если будешь учеником пастора. И когда ты будешь готов, тебя пошлют, а не с помощью самоназначения. Вы видели фильм «Апостол» в Бразилии? Кажется, роль проповедника играет известный актер Ричард Дрейфус. Мне кажется, этот фильм показывали здесь. Он подошел к воде, возложил руки на голову и посвятил себя в апостолы. Мы смеемся, но хотя я и посвященный харизмат, вот что харизматический мир иногда производит. «Как мы можем быть настолько глупыми?» Такое происходит в Бразилии. Иногда самоназначенные лидеры создают большие служения, но в своей личной духовной жизни они не являются учениками. в них нет характера. Они могут развлекать, они похожи на звезд Голливуда и могут привлекать толпы, но они не являются учениками. Помните, что мы пытаемся созидать общину царства. «Верный порядок» – это община царства Божьего. Сейчас. Мы увидели принцип, каким образом готовить лидера в соответствии с примером Ешуа. Сотни лет назад был один парень по имени А. Б. Брус, написавший книгу «Подготовка 12». Вот что делал Ешуа. Он пытался построить общину Завета. Поэтому он проповедовал большой толпе народа. Из большой толпы после молитвы и поста и вместо того, чтобы создать огромную общину, он не основывал большие общины. Он созидал то, что мы теперь называем «домашнюю общину». И поскольку они везде путешествовали, то также существовала апостольская группа. Двенадцать учеников Хорошие ученики, которые постоянно находились с ним. Он в первую очередь концентрировался на двенадцати учениках. Какого успеха он достиг? Он обучил одиннадцать из двенадцати. Не так плохо. Он потерял некоторых. Хотя избрал двенадцать. В середине его служения, о чем говорится в десятой главе Луки, где у двенадцати учеников появилось семьдесят. Поэтому слово «ученики» не всегда относится к двенадцати. Также это относится к семидесяти. И я думаю, хотя этого доказать не могу, но двенадцать учеников обучали остальных семьдесят учеников. К концу жизни Ишуа мы читаем о верхней комнате. И сколько учеников там находилось? Сто двадцать. За три с половиной года Община Ишуа состояла из ста двадцати учеников. Будь мы думаем в рамках ученичества, или собрание большой группы людей и называем большую толпу церковью, Когда вы собираете большую группу людей, то это может подпитать ваше эго, проповедовать многим людям. Но посмотрите на Ишуа со всей его харизмой, со всеми чудесами, какого размера могла быть его община. Тысячи приходили послушать его. Но когда он создал свою общину, после трех с половиной лет, община состояла только из ста двадцати человек. И с точки зрения современных мега-проповедников, это бы считалось поражением. Ишуа не думал так, как думали они. Потому что эти ста двадцать человек изменили целый мир. Почему? Потому что их научили исполнять все заповеди Ишуа. Так просто. Заповеди должны быть вдохновлены духом. Быть свидетелями. Чтобы открыть силу Бога. Если вы полностью обучите это количество людей, то изменится весь мир. Зинзендорф так сделал. Он изменил целый мир. Как и Уэсли. Они изменили весь мир. Люди, которые стали учениками, изменили весь мир. А те, которые не являются учениками, но собираются большие собрания, созидают свое эго. Вы должны решить, хотите ли вы изменить весь мир или созидать собственное эго. Да. Удивительно, не так ли? У Бога другой образ мышления. Слышали ли вы о современной американской церкви? Кстати, я не имею ничего против больших церквей. Если внутри большой церкви они готовят учеников, тогда все в порядке. А если в маленькой церкви они не следуют этому, то кому какое дело? Я и маленькие церкви не поддерживаю, если они не культивируют ученичество. Вопрос не в количестве, а в ученичестве. Сегодня мы рассмотрим модели ученичества. Многие говорят, что в Северной Америке успех измеряется тремя факторами, которые не имеют ничего общего с Божьей точкой зрения на успех. Может ли кто-либо перечислить эти три фактора успеха в Северной Америке? Я знаю, что они существуют и в Бразилии. Три фактора успеха в Северной Америке. Доход. Сколько денег вы зарабатываете? Второе. Это относится к первому. И измеряется деньгами. Власть измеряется чем? Нет, нет, нет. Это часть денег. Нет, это относится к деньгам. Посещаемость. Да, посещаемость. Я говорю о лидерах церкви. Сколько человек посещают церковь? Сколько человек приходит каждую неделю? И номер три. Какой размер вашего здания? Вы собираетесь с пасторами больших церквей. и они собираются и хотят разделить близкое общение. Близкое общение. Сколько человек приходит в твою церковь? Сколько человек приходит в твою церковь? Еще один вопрос. Какая у тебя машина? О, да, конечно. Я вам покажу мою машину. Они не подходят и не спрашивают, как продвигается ученичество. Ты готовишь новых лидеров? Никто не задает такие вопросы. Мы развлекаем людей. Я хочу показать вам нечто. Сейчас у вас в Бразилии президент-социалист. Президент Луис да Сильва. Но президент США выступает за рыночную экономику. Джордж Буш. За рыночную экономику. Вот что люди думают о церкви. Они называют ее «Корпорация религиозных событий». «Корпорация религиозных событий». Это относится и к католической церкви. Приходят ли все люди, чтобы стать учениками? Все они являются частью религиозного события под названием «Месса». Я верю в важность причастия хлеба и вина, тела и крови Ишуа. Да, я верю в важность этого. Но невозможно вытеснить ученичество большими массовыми событиями. В евангельском мире существует День развлечений. Ученичество происходит во время наставничества в малых группах. Всегда. Бог всегда готовит учеников лично. Но мы говорим об ученичестве как у группе людей, собранных вместе. Всегда. Всегда. Менторинг. Один на один. Два на два. И в маленьких группах. Это всегда. Всегда наставничество. С глазу на глаз. Два на два. И в малой группе. Хочу похвастаться своим знанием испанского. «Es verdad». «Да». 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 «Поэтому это корпорация религиозных событий, соревнующаяся с другой корпорацией религиозных событий, где люди не подотчетны друг перед другом. Нет единства среди церквей города. В Новом Завете тысячи верующих города были под головой одних лидеров в городе. Но эти лидеры возглавляют корпорации, которые соревнуются друг с другом, чтобы христианская публика купила именно их услуги. Поэтому вы не особенно и хотите дружить с пастором церкви на следующем портале. Потому что он ваш соперник. У вас одни и те же избиратели. Вы скажете, приходите и покупайте здесь. Не покупайте там, купите здесь. Здесь я называю, это своим термином, «свободная рыночная экклезиология». Свободная рыночная экклезиология в конкурентной среде. Корпорации религиозных событий. В такой модели церкви лишь небольшое количество людей обеспечивают развлечения каждую неделю. Возможно, это вдохновит и люди заплатят за это своими даяниями. Задумайтесь немного. Подумайте об этом. Где такое можно найти в Библии? Одна церковь в каждом городе встречается обычно по домам. С тысячи верующих встречаются по домам. Нет зданий. Нет централизованного места встречи. Одни лидеры в каждом городе. Ух ты! Что-то изменилось. Такая модель существует в мире сейчас. Может ли кто-то сказать мне, где есть такое? Корея. Да. Обе модели существуют в Корее. Обе. Но есть одно место, где есть только одна модель. В Бразилии две модели. В Боливии тоже. В Аргентине также две модели. Это Китай. В Китае только одна модель. Вероятно, это новозаветняя церковь в чистейшем виде в наши дни. Давайте продолжим. Это очень важно. Когда мы говорим о созидании общины, а не просто собраниях, то мы подразумеваем, чтобы люди разделяли жизнь друг с другом. Поэтому давайте использовать этот термин. наше видение ученичества, завет и община. Или же мы можем сказать общины. Мы должны понять, что самое важное в Библии, самое ценное, самое ценное это взаимоотношение любви с личностями. Ха-Хи-Тов. Ум. Лучшее, самое важное. Ха-Шуф-Ме-Од. Ха-Шуф-Ме-Од. Самое важное. Подумайте об этом на минутку. Сам Бог явлен в Новом Завете. Ай-Юн. Как триединый Бог. Что это означает? Вечные взаимоотношения любви. Это основание Вселенной. Ортодоксальный иудаизм очень слаб. В нем есть только Бог. Яхид. Одинокий Бог. Который создал Вселенную и сказал «Любите Меня». Такой Бог – большой, важный нарцисс. полностью поглощенный Собой. Но когда вы получаете откровение Нового Завета, где Бог – это круг любви между Отцом, Мессией и Духом, любовь ближе, чем взаимоотношения. И Бог говорит в ответ «Люблю». «Как Меня возлюбил Отец, так и Я возлюбил вас». Мы любим Его, потому что Он первый полюбил нас. Заповедь Бога – завершить круг любви. Он обогащает нашу жизнь. А мы обогащаем Его жизнь. Любовь Бога открылась, когда Яшуа положил свою жизнь за других. Нет большей любви. Нет большей любви. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Своего Единородного Сына. Потому что взаимоотношения любви вечны. Взаимоотношения – это смысл жизни. Это очень важный момент, связанный с идолопоклонством. Все, что имеет цену в жизни, может стать идолом. Существует много замечательного и привлекательного в жизни. Красивые произведения искусства, картины. Отношения с животными и растениями. Или же спорт. Или возможности в бизнесе. Или же предпринимательство. Или хобби. Как и другие люди, мы можем делать что-то в нашей мастерской. Некоторые женщины любят создавать что-то. Но это не должно занимать центральное место в жизни. Центр – это личные взаимоотношения. Мы стремимся созидать общинную жизнь. Есть два очень известных еврейских психиатра. Одного зовут Виктор Фрэнкель. Кто-то из вас слышал о Викторе Фрэнкле? Еврейский психиатр. А другого звали Бруно Бетельхайм. Они выжили в концентрационных лагерях. И уже там изучили психиатрию. Поэтому они решили изучить психику заключенных. Виктор Фрэнкель написал книгу «Логотерапия». Слышали вы об этом? Бруно Бетельхайм написал книгу «Осведомленное сердце». Он был одним из самых известных детских психиатров. Они пришли к одному и тому же выводу. В концентрационных лагерях некоторые люди сходили с ума. А некоторые люди оставались при своем уме. Их психическое здоровье оставалось крепким. И они оба задавались вопросом «Почему?». И они оба пришли к одному и тому же выводу. «Кто нашел смысл жизни во взаимоотношениях с Богом и людьми». «И я Божий Сын. Я муж своей жены и глава с моей семьи. Я друг моим братьям и сестрам. Люди, отождествлявшие себя во взаимоотношениях с другими, обладают здоровым внутренним миром. Но люди, отождествляющие себя с внешним статусом или с жалованием, я стал главой большой корпорации. Я была известной балериной. Я был известным дирижером. Я был мэром города. Если это было их самоопределение при отсутствии личных взаимоотношений, то они утеряли свое психологическое здоровье в условиях всех тех трудностей. Потому логотерапия это сфера психиатрии, утверждающая. что психологическое здоровье основывается на том, когда человек находит смысл жизни. Смысл жизни, основанный на взаимоотношениях с Богом и другими. Беттельхайм говорил, утвержденные на крепком чувстве взаимоотношений с Богом и другими людьми смогли устоять против самого наихудшего, что могли сделать нацисты. Но те, которые отождествляли себя с чем-то внешним, что нацисты удалили, поставили клеймо на их тело, и они потеряли всякий смысл или значение. Понимаете, невозможно человека лишить смысла жизни, если он укоренен в Боге и в других людях. Это всегда истории замученных до смерти людей, которые не должны нас удивлять. Вот почему меня беспокоит вопрос созидания заветной общины учеников, в которых проявляется взаимоотношение любви. Могу ли я создать взаимоотношения среди людей, которых будут длиться всю их оставшуюся жизнь? Современное общество приводит к постепенному уменьшению взаимоотношений. Взаимоотношения скоротечны. Даже браки, самые близкие взаимоотношения, завершаются разводом. В Тикун Министрис мы построим длительные взаимоотношения. Это апостольское сообщество, которое приводит к длительным взаимоотношениям. Мы сотрудничаем уже в течение 25-30 лет. И мы хотим найти людей, с которыми мы были бы вместе оставшуюся часть нашей жизни. Это должно стать идеалом общины. Видите? Это изменяет весь подход к лидерству, не так ли? Теперь мы понимаем, что лидеры исполняют определенные роли, что приведет к такому результату. Есть старейшины, которых также называют пастырями, потому что они хотят, чтобы стадо овец было вместе. Затем существуют роли, как бы между общинами, например, апостолы, пророки, чтобы общины были в единстве, и разрабатывали совместную стратегию распространения Царства Божьего. Это все очень и очень важно. Итак, мы начнем с требований и закончим этим вечером сегодня. Требования в Первом Послании к Тимофею. Требования к лидерам. Это очень важные требования. Эти требования не играют существенной роли, если вы только стремитесь создать корпорацию религиозных событий. потому что вы развлекаете толпу. Но когда мы говорим о библейском лидерстве, когда вы воссоздаете себя в других людях, вы воссоздаете себя в других. Поэтому на первом месте стоит ваш характер. Павел говорил, «И его словам можно доверять». Первое послание к Тимофею, 3 глава, 1 стих. «Верное слово. Если кто епископства желает, доброго дела желает». Почему он так говорит? «Я думал, что вы не должны желать быть лидером». О, это нечестивые амбиции. Амбиции ради статуса и удовлетворения собственного эго. И Писание снова и снова предупреждает нас об этом. Но возможно, это желание от Бога. Вы хотите служить Божьим людям. Вы хотите помочь им войти в свое предназначение. Вы хотите видеть распространение Царства. Желание быть старейшиной или епископом. Послание к Титуэн использует слово «епископ». Это желание быть полезным для Царства Божьего, насколько это возможно. Поэтому благородное задание. Потому что вы помогаете людям присоединиться к этой общине Завета. И вы ведете эту общину на уровень полноценного ученичества. Это и пытается достичь старейшина и епископ. Если он собирается быть старейшиной, то он должен быть хорошим учеником. Большинство лидеров Западной Церкви, также я подозреваю, что и большинство лидеров Церкви стран Южной Америки не являются настоящими учениками. Подумайте, о чем здесь говорится. Это основной стандарт. Он должен быть учеником. Здесь об этом не говорится. Но такие требования он должен быть безупречным. Только ученик безупречен. Он должен быть мужем одной жены. Трезв, пиратч, целомудренен, честен, странно любив. Есть требования, которые не относятся к требованиям, предъявляемым к ученикам, способность учить. Не у каждого есть такой дар. Поэтому это не является требованием, предъявляемым к ученикам. Это способность, талант. Но вот еще стандарты ученичества. Не пьяница. Не биться, но тих. Не сварлив, не сребролюбив. Он должен быть хорошо управляющим домом своим, и видеть, что его дети обещают ему с правильным респектом. Детей, содержащие в послушании со всякой честностью. Поэтому старейшина является учеником и лидером в своей собственной семье. Сколько лидеров церкви не прошли этот экзамен? И каким же тогда тела верующих было бы сейчас, если бы мы серьезно отнеслись к этому экзамену? Не должен быть из новобращенных, чтобы не возгордиться. И не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. И если такой человек может еще и учить, то он должен быть подготовлен к епископству. Это начало лидерства. Кто-то должен быть учеником и начать готовить других учеников. И из их числа выбирать епископа. В процессе ученичества епископ родит нового епископа. Вот ученичество.